Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Некоторые комментарии заставили меня снова прийти в томатную теплицу и начать говорить о томатах и их поливе. Одна девушка написала, что она как бы боится, что томаты засохнут и как только земля высыхает, начинает поливать. Этого делать не нужно, потому что томатам не нужно столько влажности, как вы думаете. Вот смотрите, я последний раз здесь поливала, когда пропалывала и так подвязывала. Вот земля у меня совершенно сухая. Но внутри там, конечно, есть влага и состояние томатов можно узнать по листьям. Вот смотрите, непривялые, зеленые такие упругие листья говорят о том, что влаги им хватает. Ну и когда плоды появятся, вы, конечно, узнаете, хватает ли им влаги по наливу плодов. Вот видите, Настенька была маленькая. Теперь томат уже еле влазит мне в руку. Он очень увеличивается, и не только он, но и другие томаты, вот первой кисти. Вот эту я брала вообще уже, ну как полностью ладонь занимает. Если томаты хорошо, интенсивно наливаются и укропняются, значит влаги им хватает. Я говорю это не просто так, а потому что есть одно заболевание, которое мы сами провоцируем своими поливами. Все знают у нас заболевание фитоспороз. Это бурая гниль. Все о нем и читают, и как борются с ним. Мы знаем, что оно наступает обычно поздно осенью, там, когда влажность, пониженные температуры, начинается, приходит фитоспора. Но есть одно заболевание, очень такое вредоносное, которое только в теплицах обычно бывает, которое провоцируем мы сами. Называется оно кладоспориоз. Кладоспориоз. Бурая пятнистость томатов. Вот этот кладоспориоз начинается в теплицах тогда, когда тут влажно и очень жарко. А значит, летом, когда вы постоянно поливаете эти томаты, вы создаете условия для этого кладоспориоза. Понимаете, когда земля сухая, здесь и влажность ниже, чем при мокрой земле. Процент влажности должен быть не более 80%. Но мы это определить не можем. Я вот просто знаю, что поливать нужно раз в неделю, и желательно, чтобы земля была сверху всегда сухая, влаги повышенные здесь не нужно. Когда здесь будет жарко, вот сегодня у нас 30 градусов на улице. Ясно, что здесь будет за 30, может быть даже под 40. И даже при проветривании, вот обе двери открыты, тут все равно будет жарко. И если еще будет влажная земля, представьте, тут будет влажно, жарко. И вот это самое благоприятное условие для развития вот этого кладоспориоза. Он у вас начнется, и многие его путают с фитофторой. И говорят, мы боремся с фитофторой в теплице, она приходит к нам очень рано. У них симптомы и признаки похожи. И многие думают, что это фитофтороз. А это кладоспориоз. Также пятна на листьях, также буреют плоды. Через 30 дней после начала заболевания плодообразование прекратится, и куст может вообще погибнуть. Я говорю это для того, что бойтесь лучше переувлажнения и перелива, а не того, что завянут у вас томаты. Вот видите, сейчас томаты, листья вот такие. Смотрите по листьям, а не по земле. Не важно, что земля сухая. Вот земля сухая, кажется, что я вообще ее ни разу за сезон не поливала. Но полив был недавно, меньше недели назад, просто потому что на улице жарко, земля высыхает. Ну и что? Это очень хорошая здесь атмосфера. Здесь сухо, проветривается, влаги нет, распространения грибкам нет. Все. Когда вы увидите, что листья у вас начинают как чуть-чуть подвяли, ну и начинайте тогда полив. И то, полив не надо переливать его. Полив, если сильно, где-то у вас долго не было, если вы пересушили, умеренный полив, несколько этапов, немножко полили, через какое-то время, на следующий день можно еще немного долить, чтобы не слишком резко. Особенно, когда есть плоды, после долгого перерыва резко поливать нельзя, растрескаются плоды, даже в зеленом состоянии они могут треснуть. Вообще, вникайте в полив, режим полива, соблюдение режима полива, это одно из главных факторов получения богатого урожая. Можно или недополить, или переполить. Вот находите вот эту золотую середину, когда томатам хорошо, когда им нравится, когда им все хорошо. Вот сейчас зеленые листья, плоды наливаются, им хорошо. И развитие грибковой микрофлоры тоже не идет, потому что в теплице абсолютно сухо. Вот я зашла, даже нет влажности, почти нет даже конденсата. Томаты не любят большую влажность. Все. Я, конечно, рассказала это как-то сумбурно, более как на эмоциях, но я просто хочу вас предотвратить от той ошибки, которую делают многие начинающие огородники в теплицах. Чтобы у вас томатики...